Здравствуйте! В эфире телеканал Айтон ТВ, программа «Тема дня». В студии я и ведущий Александр Гурарье. В Израиле и в России отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между Израилем и Российской Федерацией. В свете этого проводится достаточно много мероприятий. Проходили телемосты, проходили приемы в посольстве России в Израиле, соответственно, в израильском посольстве в Москве и в консульстве в Санкт-Петербурге. И посвященной этой дате посвящено несколько событий, которые происходят в Санкт-Петербурге. Мы сейчас беседуем с консулом государства Израиля в Санкт-Петербурге Бузган Эстер. Эстер, добрый вечер, здравствуйте! Здравствуйте, добрый вечер! Ну, вы знаете, прежде чем говорить о 30-летии, о тех мероприятиях, я бы хотел сказать, попросить вас рассказать о том, что довольно таком трогательном событии, которое произошло в Санкт-Петербурге. Дело в том, я поясню, что группа поисковиков, которые занимаются в России поиском и идентификацией останков солдат, которые продолжают находить на территории Ленинградской области, ну и во всей России, в частности, Ленинградской области, были обнаружены останки солдата. Им удалось по предметам, которые были найдены при этом солдате, установить его имя и фамилию. Оказалось, что его родственники живут в Израиле. И вот произошла трогательная церемония передачи этих предметов консульству Израиля в Санкт-Петербурге. Да, так как это происходило, как кто к вам обратился, что это было? Мы получили просьбу от организации, я сейчас не припомню, как она точно называется, которая сказала, что несколько лет назад они нашли останки из еврейского солдата, которым никто не знал, где он и что с ним происходит. Он оказался, они нашли записку там в его вещах, которая осталась, и сумели определить, кто он был. Оказывается, что этот человек погиб в 1941 году, звали его Семен Дикман. У него находится семья в Израиле, в Хайфе, и они предложили нам передать, вот его, связаться с семьей и передать то, что они нашли все останки и медаль, конечно, туда его семье. Мы сейчас посмотрим репортаж, который сняли в процессе этой передачи, Михаил Фатеев, а после репортажа мы продолжим разговор. 9 декабря на военно-мемориальном комплексе Серафимовского кладбища в Санкт-Петербурге состоялось торжественное мероприятие, собравшее представителей объединения «Ленинградский рубеж», занимающиеся поиском захоронений пропавших без вести солдат и Генерального консульства государства Израиля. Эта история началась 12 лет назад. В 2009 году при проведении поисковых работ в районе деревни Сяндеба в Карелии поисковиками были найдены останки красноармейца и его личные вещи, в том числе медальон, благодаря которому была установлена личность погибшего – ленинградец Семен Ефремович Дикман. Спустя 11 лет поисковики нашли и родственников погибшего бойца, которые сейчас живут в Израиле. Из-за коронавирусных ограничений они не смогли прибыть в Россию, поэтому личные вещи погибшего красноармейца были переданы Генеральному консулу Государства Израиля в Санкт-Петербурге Ури Резнику. И насколько в Израиле очень важно возвращать каждого солдата к его семье, к его место, к его родине, это верно так же и здесь в России. И поэтому это было большим уважением для нас принять роль в таком событии и помочь вернуть то, что только было можно семье и родственникам этого погибшего солдата. Племянник Семена Ефремовича смог принять участие в церемонии онлайн, находясь в Хайфе. Благодаря поисковиковому отряду еще один неизвестный солдат обрел свое имя, а его потомки – документальное свидетельство его памяти, включая смертную записку солдата и посмертную медаль от поисковиков, шагнувшей в бессмертие. Находки, уже ставшие семейные реликвии, будут переправлены в Израиль в самое ближайшее время. Михаил Фатиев, Санкт-Петербург, специально для ИТОН-ТВ. Да, замечательная история, конечно, очень трогательная. Что еще, какие еще мероприятия будут связаны с 30-летием восстановления дипломатических отношений? Такая, в общем-то, серьезная дата. Да, мы делаем много, можно сказать, отмечаем. В этом году, конечно, с ковидом и с пандемией это немножко усложняет процесс, но, несмотря на это, мы стараемся разными путями развивать и отмечать эту необычную дату, конечно. И это видно в поездках генерального консула в регионы. Он был дважды уже в Архангельске, в Мурманске, и в Ленобласти, и в Гатчине. В общем, мы объезжаем все регионы, проверяем, какие сферы углубления наших отношений могут быть. Но, кроме того, и празднуем двумя очень интересными событиями. Одно из них началось прямо на днях, 12 декабря. Это фестиваль израильского кино в Санкт-Петербурге. Мы во время этого фестиваля показываем 4 фильма. При открытии был прием прямо с генеральным консулом. Мы подключили туда актрису, которая играла в этом же фильме 50 лет назад. Еще когда она была солдаткой, звали ее... Зовут ее Ницца Шауль. Прекраснейшая женщина. Открытие было фильмом «Ашотер Азулай». Это значит «Полицейский Азулай». Это классика израильского кино. Израильтяне ее знают очень хорошо. Да, да. Как говорят про этого полицейского, он очень хороший человек, но не очень удачный полицейский. Это кинокомедия очень такая интересная. Кинокомедия. Прекраснейшая. И она релевантна любому времени, поэтому это такой вот очень классный фильм, с которого можно было начинать. Также у нас есть еще три фильма, которые прямо сейчас в показе. Это... Ой, я не знаю, как это сказать по-русски, но называется «Мехолэ Сурагим» на иврите. Я попробую дословно перевести. Потому что оно решетки? За решеткой. Да, за решеткой. Также будет фильм «Примечания», тоже очень интересный. И фильм «Аджами». А, «Аджами». То есть это современные уже фильмы, да? То есть начинал со старого, а это современные. Да, вот фестиваль мы приручили к 50-й лекции у израильского кино. И фильмы, которые мы выбрали, они были номинаты на разные призы, в том числе и на «Оскар». Отлично. А что еще? Какие еще были мероприятия? Были много, но я хочу именно сказать то, что будет. Как раз к концу этого года у нас, скажем так, это ключевое мероприятие на 30-летие отношений. Будет вечер в Санкт-Петербурге в филармонии, который отмечает в этом году столетие. Мы сделали совместный вечер, на который приезжает маэстро из Израиля по имени Элья Уинбаль. Ему 85 лет, если я не ошибаюсь, но он в возрасте очень интересный человек. Мы его ожидаем здесь 22 декабря. Прямо на днях он должен приехать, и это будет таким ключевым событием для отмечения 30-летия наших отношений. Спасибо большое. Мы будем продолжать следить за тем, как проходят эти мероприятия. Тем более, что, насколько я понимаю, 30-летие отношений – это не какая-то конкретная дата, мероприятия, которые будут проходить в течение нескольких месяцев как в Израиле, так и в России, так и в Санкт-Петербурге. Спасибо большое, что нашли время побеседовать с вами и поздравляем с праздником. Это, так сказать, прежде всего дипломатический праздник. Я напоминаю, что мы беседовали с консулом государства Израиля в Санкт-Петербурге Эстер Бузган. Наша программа подошла к концу. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова